Безопасность. Прежде всего, состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике. Создание единой информационной системы для профилактики правонарушений – главная задача программы «Безопасный город». С помощью камер видеонаблюдения, барьеров безопасности, арочных металлодетекторов, а также постоянного мониторинга и оперативного реагирования службы безопасности уже удалось сократить количество преступлений и повысить раскрываемость совершенных. Программа работает уже несколько лет, и каждый год в нее вносятся изменения. Помимо улиц, дворов и других общественных мест, под наблюдение взяты также образовательные учреждения. АПК «Безопасный город» правоохранительного сегмента, включающий подсистему видеонаблюдения, экстренной связи гражданин полиции и позиционирование подвижных объектов, развернуты у нас в 26 населенных пунктах республики. По территории республики в местах массового пребывания граждан функционируют более 10 тысяч камер видеонаблюдения. По образовательным учреждениям у нас сейчас находится 710 видеокамер, то есть в 84 муниципальных образованиях. По программе «Безопасный город» планируется дооснастить единые диспетчерские службы в муниципальных образованиях, увеличить хранение записанной информации до 30 суток и создать систему видеонаблюдения на территориях населенных пунктов, которые прилегают к исправительным учреждениям и следственным изоляторам. Выделенные средства должны быть освоены в срок, подчеркнул Михаил Игнатьев. А по отдельным муниципалитетам средства предусмотрены, они просто не работают. Во благо охрана общественного порядка. Здесь интересная картина вырисовывается тоже. Управляющие компании также под пристальным вниманием властей. По результатам проверок в 42-х были выявлены нарушения. Выпиющий случай произошел в компании «Пик-1». Более 120 миллионов рублей не дошли до ресурсоснабжающей организации. Но собственники этого предприятия нашли выход. Создали другую управляющую компанию «Алста» и продолжают свою работу. Администрация города пыталась препятствовать этому. Но убедить людей в том, чтобы они не переводили деньги новой компании, не удалось. Но по этой компании все совершенно четко и понятно. Компания занималась по нашей оценке выводом средств. У них четко выстроена юридическая и правовая база. Знают, что могут представлять органы муниципального контроля. Что они не могут представлять. Материалы по ним мы направляли неоднократно в МВД и в прокуратуру. Считаем, что есть над чем поработать. Глава отметил, что такие случаи недопустимы. И в соответствии с законом всегда есть возможность привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.